привет в продолжении предыдущего видео где мы рассматривали подъем на грудь сегодня мы рассмотрим подъем с груди а именно швунг толчковый разделим его на четыре фазы и по постепенно каждую я расскажу покажу как ее делать поэтому смотрите повторяйте и учитесь переходим непосредственно изучением самого движения для этого предлагаю разделить как я уже сказал на работа ног при выталкивании либо разножка и 3 это подсет и выталкивание начинаем с первого работа рук либо выталкивания штанги с груди для этого берем палочку ложим ее на грудь давайте наверно лучше я со штанга это покажу чтобы было более ясно поднимаем штангу на грудь штанга акцентирую ваше внимание штанга не должна лежать на груди не должна лежать на шее для этого мы должны сделать подворот локтями мы подворачиваем локти тем самым штанга лежит на плечах следующее мы разводим локти в сторону локти не должны смотреть параллельно друг другу они должны смотреть в сторону то есть грудная клетка должна быть раскрыта натягиваем поясницы тем самым таз у нас немножко как бы уходит назад вот это наше стартовое положение при выталкивании штанги с груди с этого положения мы делаем вдох и выжимаем штангу вверх финальная точкой является фиксация штанги для этого мы должны поднять плечи вверх и свести лопатки опускаю повторяю локти подвернули в стороны сделали вдох и выжимаем штангу вверх фиксация тянем плечи вверх сводим лопатки акцентирую ваше внимание на фиксацию фиксацию лучше сделать и считать до двух до двух секунд хотя бы чтобы научить себя делать правильно и четкую фиксацию очень важно сводим лопатки и тянем плечи вверх следующее работа ног при выталкивании либо разножка в ножницах это одно в шлунге толчком это другое конечно же это индивидуально но хочу вам сказать что это приблизительно должно быть 10-15 сантиметров от ширины высших плеч то есть мы становимся 10-15 сантиметров от ширины ваших плеч это где-то и есть приблизительное то положение в которого должны прийти после выталкивания опять же это индивидуально это может быть шире это может быть уже но вы должны себя проверить чтобы в таком положении вам можно вам было удобно сеть вам было удобно сеть с грифом со штангой на выпрямую руки все если вам комфортно значит это ваше положение конечно же процессе тренировок каждый из вас найдет оптимально но для начала за базу возьмите 10-15 сантиметров от ширины ваших плеч для этого я нарисовал вот такие вот кружки я их называю зоной зона приема это то положение в которое мы должны прийти при выталкивании теперь мы сейчас вы поймете до чего то теперь мы соединяем работу рук и работу ног то есть получается что при выталкивании мы освобождаемся от штанги она летит вверх и в это время мы уходим под нее уходим за счет работы ног то есть ноги уходят в сторону у нас уже получается глубина подседа ниже и за счет ног подсаживаемся и выпрямление рук поэтому соединяем для этого такое упражнение опять же можно его делать с палочкой выходим на носки штанга на груди выходим на носки и в этот момент мы одновременно делаем разброску ног и выталкивание штанги вверх вышли на носки вытолкнули вверх отрабатываем это до автоматизма делаем это перед зеркалом скажу основные ошибки и основные проблемы выталкивание не должно быть постепенно не должна быть сначала одна нога потом другая нога одновременно две ноги также и руки одновременно две руки выталкивают не надо перекосить и косить одновременно работают ноги и руки нет такого что сначала ноги потом мы включаем постарайтесь сделать это одновременно и в так теперь переходим к самому основному можно сказать сердцу центру толчка с груди это подсед и выталкивание для этого всегда представляют даю такую картинку представьте что у вас на груди 150 200 килограмм вам нужно как-то поднять на прямые руки над головой эту штангу сделать им это одними руками это очень тяжело сами понимаете поэтому в штанге есть для этого дополнительная эта работа ногами то есть мы можем за счет ног за счет подседа ног вытолкнуть ее вверх придать штанге определенную силу энергию передать ей чтобы она вылетела и в этот момент мы под нее подставились подставились и зафиксировали поэтому подсед подсед ориентировочно 10-15 процентов от вашего роста он не должен быть глубоким он не должен быть коротким ориентировочно это где-то 10-15 сантиметров колени у нас смотрят в стороны стопа также по направлению колен то есть одновременно они смотрят при этом у нас есть подворот и таз отставлен назад то есть это не нужно делать вот так вот когда у нас колени торчат впереди то есть у нас должно быть ориентировочно где-то там около 80 градусов с полом то есть вот такое положение вот наше начальное положение вот наша конечная точка подседа самая низкая то есть которая точка с которой мы начинаем уже работу руками вверх еще представьте как будто у вас есть чаша чаша с водой многие тренеры так объясняют детям чтобы было более внятно и доходчиво представьте что у вас есть чаша с водой вам нужно так подсесть этой чаши чтобы вода не прокинулась не вперед не назад мы должны сделать ровный подсед сделать это нет не спиной не за счет колени вперед мы должны ровно подсесть и поднять вверх сейчас я покажу вместе со штангой еще хотел бы перед этим сказать о дыхании выталкивание и подсед мы делаем на полном вдохе то есть мы стали подняли локти сделали вдох и начинаем движение то есть мы не делаем на выдохе мы делаем только на вдохе смотрим взяли штангу на грудь подвернули локти взглянули в стороны смотрите рука свободно то есть что я руками не зажимаю штангу рука у меня свободно у меня только напряжены только плечи напрягаем поясницу тем самым немножко и отставляем и делаем подсед на полной стопе в ногу мы садимся дошли до нижней точки из этого положения мы выталкиваем штангу вверх и подсаживаемся в динамике это выглядит следующим образом вдох вдох и подсед глубина подседа глубина подседа я думаю что опять же это показание не пойдет от приема штангу это индивидуально настолько сколько у вас хватает силы об и от мышт donc уверх если у вас хватает штанг силы ног выдать на штангу так чтобы не подсаживаться под нее подсаживаться под нее искусственно не надо если у вас не хватает в отл g тогда конечно же вы будете больше уходить под нее ну скажи по практике китайцы они в принципе ловят всех в полном седе наша школа учит ловить чуть выше то есть максимальное положение приема где-то вот такое то есть она приблизительно приравнивается глубине нашего пакета чтобы вот эта зона крас рабочий то есть подсед выталкивание и прием то есть мы возвращаемся в то же положение в котором мы были и при выталкивании в подседе от себя могу добавить одну изначально меня учили толкать в ножницы я уже 190 килограмм толкал в ножницы но потом после ряда неудачных выступлений особенно именно стал в толчке с груди мне посоветовали шунговать что в принципе и сделал и уже через два-три месяца я догнал те 100 процентов которые толкал в ножницы и даже начал уже добавлять максимальный мой толщок 240 килограмм это классический 250 со стоек выбирать каждому из вас самому но от себя могу сказать если вы еще не решили что вам делать ножницы либо шунг толчковый я бы посоветовал конечно же уделить внимание на шунг толчковый в следующем уроке мы рассмотрим швунг то есть толчок в ножницы и рассмотрим основные особенности между этими двумя упражнениями поэтому смотрите пробуйте не забывайте пока это и и и и и и и и и Продолжение следует...